МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами я, Дмитрий Халилов, ПФР. Зеленский приехал на Донбасс. Президент открыл город в сирии зоне. Или пошел на тот же бед? Вновь секс-скандал. В этот раз пикантные истории лунают с боку уряда. Черговые газовые перемены. Европейский союз, Украина и Россия договорятся о транзит пального. Рада представить гостя нашей студии. Журналист Сергей Бережной. Здравствуйте. Ну что ж, нашу беседу мы с вами начнем с такого сообщения. Президент Владимир Зеленский принял участие в открытии моста в Станице Луганской. Правда, полностью функционировать новый мост еще не начал. А когда начнет? Давайте слушайте. Он уже два дни полностью будет все открыто. Так, мне сказали, голова областной администрации. То есть все готово. В чем тут? То есть мы уже пускали как? Мы, по-перше, думали про людей. Потому что мы понимали, что строить этот город будет через 3-4 месяцев. Мы очень быстро построили пешеходный город. И потому что, чтобы сейчас открыть этот город, нужно разбирать эту конструкцию пешеходного моста и открыть этот город. То есть 2-3 дни. Все работает. Открытие моста в Станице Луганской. Это хорошая новость? Да, в общем, это хорошая новость. Офис Президента реализует свою программу усиления связи, отстраивания инфраструктуры на линии разграничения для того, чтобы облегчить людям, которые там живут, перемещение, движение, вообще всю логистику. С другой стороны, поскольку там идут боевые действия по-прежнему, несмотря на то, что разведение и все такое, вот это налаживание инфраструктуры, оно имеет еще и военное значение на случай возобновления боевых действий. Ну вот поэтому и возникает вопрос. Ведь некоторое время назад тоже говорили, что достаточно небезопасная история с этим мостом, потому что вот в свое время и оккупационная сторона, и мы, да, отказывались реконструировать мост. Сейчас трудно это как-то комментировать. Видимо, гуманитарные вопросы, они возобладали, и сейчас мост восстановлен. Я очень надеюсь, что расчеты на гуманитарное направление, они оправдаются, и в дальнейшем это будет развиваться. Но если нет, ну что ж поделаешь. Вот помимо открытия моста во время визита в Луганскую область, а вот сейчас в поле окне, кстати, мы видим, режиссера показывают открытый мост, станется Луганской, и мы вот точно знаем, что некоторое время назад там даже ходили уже люди. Но в любом случае Зеленский, да, сказал, что полностью, да, вот сейчас идут люди, но полностью начнет функционировать через два дня, сказал президент Владимир Зеленский. Также во время посещения Луганской области Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи лидеров нормандской четверки. Давайте послушаем. Про эту встречу, она важлива для меня, прежде всего, все важлива, чтобы мы достигли конкретных терминов повернення всех украинских полоненников. Другой вопрос, не фейковое припинение в огню, не фейковое хлебное перемирие, такое, знаете, тимчасовое, два-три дни было перемирие, а потом начали что-то там постреливать, а потом что-то серьезное уже было, и втрачаем людей. То есть серьезное перемирие, серьезное припинение в огню. Третье вопрос, это контроль над кордоном. Ну что ж, обмен пленными, серьезное перемирие и контроль над границей. Оправдаются ли ожидания президента Зеленского на нормандской встрече? Насчет контроля над границей я совершенно уверен, что, по крайней мере, в ближайшее время ничего такого Россия не дозволит. Обмен пленными, да, вполне возможно. Насчет полного обмена я, опять же, сильно сомневаюсь, но частичный, возможен. Я знаю, что месяц назад примерно готовился обмен, но он был, опять же, сорван со стороны России. И там, кстати, была большая группа крымских заключенных в тех списках, насколько я помню. И что касается прекращения огня, это как раз тот самый вопрос, по которому, видимо, будут самые большие разговоры, самые длительные и сложные разговоры на нормандском формате. Я думаю, что соглашение об этом будет достигнуто в рамках нормандского формата, потому что в России такое соглашение, в принципе, выгодно, но соблюдать его Россия не будет. А вообще может ли быть такое, что Россия сорвет нормандскую встречу? Может быть, ей это не очень как-то выгодно, но Россия не действует, исходя из представлений о логических выгоде или невыгоде. И если руководству России покажется, что ее имиджу соглашения с Зеленским и с партнерами Евросоюза чем-то вредит, то встреча не будет просто. Ну а вот в случае, если действительно встреча состоится, состоится нормандский формат, потому что многие эксперты говорят, что может случиться так, что против Зеленского будут сразу трое – Макрон, Меркель и Путин. Так что будет тогда? Не столкнемся ли мы с каким-то капитуляционным договором, который привезет Зеленский? Я думаю, что если капитуляционный договор будет каким-то образом оформлен, то Зеленскому уже незачем будет и возвращаться, потому что здесь его уже будут ждать. И вовсе не приветственные какие-то речи, не торжественные встречи, а совсем не торжественные. Поэтому, собственно, я не вижу предпосылок для того, чтобы был привезен какой-то капитулянский договор или будет заключено компромиссное соглашение о каких-то ближайших шагах в направлении деэскалации. В принципе, к этому все идет. Либо не будет заключено никакое соглашение вообще. И такой вариант, насколько я знаю, он тоже рассматривается как штатный. И в этом случае дальнейшие разговоры в нормандском формате по заявлению чиновников Офиса Президента просто не будут иметь смысла. И нормандский формат будет со стороны Украины сворачиваться. Даже несмотря на то, что на стороне Путина могут играть вот в этот раз представители Германии и Франции. Просто потому, что у них уже не будет аргументов в пользу продолжения разговора. Если со стороны Украины были сделаны... Украина пошла на многие компромиссы, на которые раньше не шла. Россия не пошла ни на какие компромиссы, а те договоренности, которые были заключены и по перемирию, и по обмену, и по, кстати, возвращению кораблей. Она фактически сорвала. Ну, нет аргументов в пользу того, чтобы продолжать Россию привлекать к переговорам, которые она игнорирует, где у нее позиция полностью деструктивная. Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, как относится к президенту Украины и чего от него ожидает. Давайте его послушаем. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю. Хотя определенные шаги, позитивные, все-таки были сделаны. Я имею в виду разведение сил и средств в двух населенных пунктах. Хотя, вот мне вчера еще военные докладывали, обстрелы с украинской стороны продолжаются. Но все-таки рассчитываю на то, что не будет возврата в эти серые зоны. Симпатичным и искренним назвал Путин Зеленского. Чего это? Подражает Трампу? По-моему, это просто художественный свист. Трудно комментировать логически то, что, в общем, представляет из себя, ну, песень какую-то. Здесь нет никакой логической составляющей вообще. Вот эта демонстрация доброго отношения к Зеленскому, это со стороны Путина, скорее всего, подколка. Да даже если нет, там нет ничего, никаких оснований за этим. Но вот если серьезно, да, мы понимаем, что и Путин об этом говорил, что они настаивают на законе об особом статусе Донбасса в том виде, в котором он предусмотрен Минскими соглашениями. Так вот, если он будет продолжать настаивать на этом вопросе в нормандском формате, что будет? У нас есть действующий сейчас закон об особом статусе перехода на переходный период, действие которого этого закона заканчивается 31 декабря. И готовится новый законопроект, который должен быть рассмотрен Верховной Радой. Я думаю, что он будет рассмотрен вне зависимости от того, как закончится встреча в нормандском формате. Но эта встреча может так или иначе повлиять на его содержание, на то, что будет туда внесено. Но, опять же, по тому впечатлению, которое сейчас у меня сложилось, и по тем данным, которые есть, это будет закон именно о переходном периоде. Там так или иначе особый статус на переходный период будет необходим. И никаких гарантий того, что какие-то особые права у деоккупированных территорий сохранятся после того, как они будут полностью интегрированы в Украину, нет, у них будут абсолютно такие же права, как у всех других территорий. Других вариантов просто нет. Не может быть конституционной цельности, если там будут какие-то совершенно особые условия, особые права. А вот скажите вопрос, интересующий аудиторию из оккупированного Крыма, коренной народ Крыма в том числе. Крым в нормандском формате обсуждаться будет? Пока, насколько я знаю, нет. Пристайка достаточно внятно говорил, что, несмотря на то, что вопрос Крыма с повестки дня, деоккупации Крыма с повестки дня не снимается, Россия категорически не будет его обсуждать. И в этом отношении ее поддерживают, именно на эту встречу в нормандском формате, на ее повестку поддерживают Меркель и Макрон. Потому что, если нет подвижек, то о чем же, собственно, нет, невозможны подвижки в этом направлении, о чем, собственно, разговаривать. Поэтому пока разговор только о Донбассе. Но, естественно, вопрос с деоккупацией Крыма, и Зеленский это многократно подчеркивал, и другие эксперты, естественно, постоянно ему об этом напоминают, нельзя снимать с повестки дня. Тем временем президент Зеленский сегодня с женой пообщался со школьниками, шутит, говорит, пора менять и новый парламент. Something fresh. Что-то новое, что-то очень интересное. Это, как я уже сказал, для чего хочется жить. Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы, до Верховной Ради. Никому не говорите, но уже пора менять и этих. Вы думаете, все-таки пошутил или нет? Ну, он не первый раз шутит в этом направлении. Он уже говорил о том, что у этой Рады достаточно короткий срок испытательный. И если она это испытание провалит, то будут досрочные выборы. Насколько это позволяет закон? Посмотрим, как это все произойдет. Ну, вот говорят, в каждой шутке есть доля правды. Вот в данном случае, может ли действительно президент Владимир Зеленский распустить парламент? Я не уверен, что потребуется даже распуск. Потому что те процессы, которые сейчас идут во фракции МОНа большинства, во фракции Слуги народа, они говорят о том, что фракция потихонечку, или, может быть, уже не потихонечку разваливается. И монолитности больше нет. И процесс этот вряд ли удастся остановить теми экстремными мерами, которые могут быть сейчас спрогнозированы. Поэтому, все идет к тому, что фракция просто станет одной из крупных фракций в парламенте. А что может послужить основанием для этого? Просто выход какого-то количества депутатов из фракции, мажоритарщиков, например, которые не обязаны состоять в той фракции, под знаменем которой они избирались. Они могут создать собственное депутатское объединение, присоединиться к другим депутатским объединениям и так далее. В этом случае у Слуги народа будет, если я правильно считал, у них будет меньше, чем большинство полное. И возникнет необходимость создания коалиции. Тут очень сложный момент, потому что до сих пор в регламенте Верховной Рады не восстановлена глава, убранная при Януковиче, о принципах существования коалиции. Если она не будет восстановлена, мы опять окажемся в очень сложной ситуации, в какой оказалась предыдущая Рада. Она, собственно, и была распущена из-за того, что принципы существования коалиции не были возобновлены, устаканены, и существование коалиции не соответствовало закону. Ну а вообще, кому это выгодно? Потому что если посмотреть на монобольшинство, то для президента Владимира Зеленского иметь монобольшинство в парламенте очень даже и выгодно. Выгодно иметь монобольшинство, которое работает. А если оно не в состоянии принимать решения, которые от него тот же президент, тот же офис президента ждет, то зачем оно тогда нужно? Оно просто уже становится обузой. В этом смысле, с шуточки Зеленского относительно разгона этой Рады, они вполне влажатся в эту канву, в этот сценарий. Давайте с обсуждения парламента перейдем к обсуждению правительства, потому что там тоже очень много интересного происходит. В том числе, вот председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в интервью «Украинской правде», видит ли предпосылки к изменениям в составе правительства. Давайте послушаем его. Чи можливі ротації в Каббіні після Нового року? Станом на сьогодні я таких передумов не бачу. Є программа уряду, яка була схвалена парламентом. Теоретично, возможно, все, если кто-то из народных депутатов, извините, из министров, не будет отвечать тем функциям, которые на него были укладены. Но подивимось, увидим. Ну, вот так, собственно, сказал Разумков. Как вы думаете, действительно ли есть какие-то предпосылки для распуска правительств? Для изменения кадровых кадров? Для изменения кадрового состава предпосылки появляются действительно именно тогда, когда люди перестают выполнять свои обязанности, перестают соответствовать тем задачам, которые перед ними стоят. В этом смысле формулировка Разумкова совершенно рациональная. Более того, я на самом деле жду, что отставки людей, которые проявляют себя, и не только в правительстве, это касается любых чиновников, это касается и депутатов, которые не оправдывают ожиданий, или действуют вопреки обещаниям, которые они давали. Отставки таких людей, замена их на предположительно более квалифицированных, которые получат возможность себя проявить, это очень важный процесс. А вот есть уже какой-то перечень этих людей, или вам представляются вот эти люди, которых действительно нужно в правительстве заменить? Нет, у меня нет. Более того, я считаю, что даже Разумков, наверное, не настолько компетентен, чтобы об этом судить. Хотя команда, конечно, у них небольшая и сплоченная, но все-таки лучше пускай об этом судит премьер. Вот помните, Зеленский давал времени до Нового года, если я не ошибаюсь, в кабинету министров, чтобы они проявили себя. Вот по вашим наблюдениям, эффективно ли работает наше правительство? Ну, я бы так сказал, сейчас эффективно работает связка. Правительство и Верховной Рады. До определенного момента она была достаточно эффективной. Правительство готовило документы, бюджет, передавало Верховную Раду, где это монобольшинством принималось. Как только возникли проблемы с принятием новых законопроектов или каких-то поправок к ним, из-за того, что монобольшинство рассыпается, естественно, эффективность работы правительства пошла вниз. А посмотрим, что будет дальше. Сейчас очень важный процесс – это реформа прокуратуры, реформа общей судебной системы. Мне кажется, что это самая ключевая реформа, если здесь будут отставания, провалы. Понятно, что до Нового года это не завершится, но, по крайней мере, можно сделать какие-то шаги, которые сделают процесс необратимым. Вот этого бы очень хотелось. И я бы судил именно по этому направлению. Ну вот, продолжая и обсуждая тему правительства, хотелось бы перейти к следующему. Народный депутат от «Слуги народа» Антон Баляков опубликовал урывок записи разговора между якобы депутатами его фракции и начальником полиции Днепропетровской области. В разговоре, в частности, есть момент, который относится к заместителю министра Клитиной. Давайте послушаем. Днепропетровской области Франкер Джокер якобы пообщался в телеграмме с заместительницей министра инфраструктуры Александрой Клитиной. Разговор пранки вел якобы от имени сотрудника офиса президента. Далее фрагмент. Меня он отодвинул. Не хочет, чтобы я Укрзалезницей занималась. Там они что-то крутят, мутят стендерами на локомотивы и так далее. Я пыталась бороться, но министр меня отстранил. Он, я так понимаю, вообще ноль. Только заработок интересует Влада. Видимо. Окей, я обращаю внимание к Риклияна, все предлагаю менять людей, так или иначе корректировать, но он очень агрессивно реагирует. Мы понимаем, он своих везде поставил. Где он может быть замешан, чтобы реально был повод убрать его? Я поняла, что он не хочет, что у него свое какое-то видение, я не вмешиваюсь. Полномочия у меня ограничены. Людей аж 9 человек. Делаю, что могу. Министр инфраструктуры Владислав Криклия прокомментировал якобы переписку его заместительнице. Далее его прямая речь. Поганый той солдат, который не мряет стать генералом, это, конечно, похвально, но я считаю, что не совсем в такой способ. Но это мы, окременно уже после того, как с отряджения Александра повернется, мы с ней это поговорим, потому что, естественно, что певным чином довера до нея уже падает через такие речи. Но это уже проблема и моих, и с ней отношения стосовно работе. Мы должны быть благодарны Джокеру, что такие речи, они появляются, выходят на свет, и мы можем про это говорить так, отверто, с засобами массовой информации. Один слуга народа сливает в сети компрометирующие аудиозаписи. Другие, якобы, принимают в ней участие. Джокер разводит героя торжества. Что происходит? Ну, идет обычная информационная война. Насколько я понимаю, Джокер – это один из таких российских креатур, одна из российских креатур. Решили вклиниться в эту политическую игру, расшатать немножечко. Ну, я не понимаю, мы обсуждаем сейчас вброс практически, да? Вброс практически, ну как, это же вопрос безопасности в том числе, да? Вот мы видим народные депутаты. Ну, в общем, это вопрос безопасности, да. А как вообще так получается, что народных депутатов, да, вот так вот какой-то пранкер может просто развести? Пранкеры могут развести кого угодно, как показала практика. Они могут позвонить и президентам, не звонили Петру Алексеевичу, помнится, и зарубежным лидерам они тоже звонили, так что нет ничего удивительного, потому что кто-то из них через Телеграм пообщался с замминистра. Но пранкер, его же задача какая? Вот пообщаться, нарыть какой-то компромат, после чего это опубликовать и собирать на этом хайп. Ну, или если он работает на какие-то спецслужбы, то понятно, что там какая-то спецоперация идет информационная. И, ну, я бы на месте СБУ занялся этим вопросом, потому что переписка, имеющая служебный характер, утекла. Это нужно выяснить, каким образом, как это в дальнейшем предотвращать. Но содержание этой переписки, поскольку оно не получено журналистски корректным путем. И обсуждать его, как журналист, я, в общем-то, вообще не вижу смысла. Но на свете слуги народа ведь не впервые попадают в такие нелепые ситуации. Вот сейчас вот эта история, история с Богданом Еременко, помните, с переписками Лиды Багинской. Во многом это причина того, что фракция была сформирована очень быстро, на ходу, на скорую руку. И, естественно, туда попало очень много случайных людей. Ну, вы помните, как формировался состав на выборы, тогда практически не существовавший в реальности партии слуга народа. И понятно, что туда попало очень много людей, условно говоря, лишних. И это сейчас начинает проявляться. Именно это работает на то, что фракция постепенно распадается, потому что там есть достаточно плотное такое организационное ядро, руководство. И огромное количество вот этих лишних людей, условно лишних, одни более лишние, другие менее лишние, есть квалифицированные, есть менее квалифицированные, есть вообще непонятно что. Оно, естественно, очень трудноуправляемое. Наладить эту управляемость не получается. У всех постепенно начинают проявляться, помимо партийных интересов, свои интересы, и эти интересы просто раскалывают фракцию. Вот так она и распадается. А как вы думаете, чем вот эта вся история закончится? Это такая ориентированная атака, да, с целью отвлечения внимания от чего-то более важного? Или же просто обычный троллинг? Это может быть и то, и другое, и третье. И вообще ускорение распада фракции МОНа большинства, оно не только в интересах политических оппонентов, но и в интересах той же России, например. Если у Зеленского не будет поддержки, прямой поддержки, уверенной поддержки в парламенте, это ослабит его позиции. Но вот это все влияет все-таки на общественные мнения и рейтинги? Конечно, влияет, безусловно. Это и влияет именно на репутацию. Если у нас такой институт существует, он, правда, очень слабый, он не приводит к каким-то институциональным действиям. Потеря репутации западного политика практически означает его отставку мгновенно. У нас этого не происходит. У нас репутация существует как бы отдельно от политической карьеры. И то, что сейчас происходит, да, это урон репутации, но поскольку репутация не воспринимается огромным количеством политиков как нечто достойное внимания, оценки, она не лежит на общественных весах, то они это просто игнорируют. А публика, да, публика очень любит такие истории. В свою очередь, вот как стало известно, Олен Азеркаль планирует уйти из должности заместителя министра иностранных дел. Мол, чиновница чувствует себя лишней из-за ориентации банковой на мир с Россией. А потом говорят наши коллеги из «Бегус.Инфо», о котором она дала интервью. Давайте послушаем. На этом неделе я выполню свое последнее заведение. Проведу процессуальное слушание в ГАЗе по новому арбитражу, что касается наших кораблей военных, которые были затриманы год назад россиянами и утримались россиянами, и наших моряков. И все, как я и обещала. Ну, вот в фрагменте мы не услышали, но в интервью Лена Азеркаль намекала на какое-то сопротивление в Министерстве иностранных дел, то есть в позициях. Вот ее уход из внешнеполитического ведомства – это плохой сигнал? Ну, в общем, да, это плохой сигнал, потому что она, на мой взгляд, одна из наиболее квалифицированных дипломатов, которые работают в МЗС. Послужный список очень хороший, вы видите сами результаты. Это и участие в международных процессах, и участие в переговорах, и проведении политики со времен Климкина. Она достаточно хорошо себя показала, и ее просили остаться. Это тоже хороший сигнал. Ее просили остаться после того, как она подала в отставку уже. Точнее, не согласилась принять пост советника в Офисе Президента по международным делам. Ну, вот что значит расходят сомнения в позициях мира с Россией? Как это воспринимать? По всей видимости, госпожа Зеркаль считает, что сейчас слишком примирительная позиция Офиса Президента. А вы это ощущаете? Да, я это тоже ощущаю. Я тоже считаю, что она, конечно, не слишком примирительная, но она рассчитана, вот все действия касательно нормандского формата, например, они рассчитаны на то, что от России можно ожидать конструктивного какого-то отклика. Я совершенно уверен, что такого отклика от России ожидать не стоит, и поэтому все эти действия, они, ну, я бы предпочел другие стратегии. А как вы думаете, на что рассчитывает окружение президента Владимира Зеленского, которые думают, что если состоится встреча в нормандском формате, да, и встретятся с Путиным, которые думают, что вот это что-то может решить? Это несколько частных побед, которые на самом деле важны. Это и возвращение пленных, и удерживаемых лиц, как сейчас говорят. Это, может быть, прекращение огня и снижение потерь. И это какое-то продвижение в нормандском формате. Украина сейчас сделала очень много для того, чтобы свои позиции в переговорах в нормандском формате доказать свою приверженность вот этому направлению, мирному. Если это не будет встречено с пониманием нашими западными союзниками, значит, мы полностью проиграли Запад. Полностью. Запад готов будет в этом случае идти на поводу России, несмотря на то, что Россия не продемонстрировала вообще никакого желания двигаться вперед. Ну, мы видим, Украина участвует в международных судах против Российской Федерации. И Олена Заркаль, кстати, занималась исками Украины против России и представляла Украину в Гаагском суде. Вот ее отсутствие повлияет на эти процессы? Я думаю, что нет, потому что там у нас позиция достаточно сильная и не особо важно, кто конкретно эту позицию представляет, если собраны достаточно доказательств. Ну, в этом смысле я не особо беспокоюсь. Человек, который заменит госпожу Заркаль, найдется, и я очень, очень высока вероятность, что это будет квалифицированный человек. А как вы оцениваете перспективу наших исков против Российской Федерации, в том числе в Гаагском суде по возвращенному Украине, захваченному в Керченском проливе кораблям? Я считаю, что эти иски, если они хорошо подготовлены, они гарантированно выигрышные. Потому что общая ситуация сейчас такова, что мы ссылаемся на международное право. Это очень сильная ссылка для международного суда. Россия же ссылается, по большей части, на то, что международное право не имеет приоритета над национальным правом Российской Федерации. То есть они действуют в соответствии со своей Конституцией, согласно которой Крым является территорией, принадлежащей Российской Федерации. То, что граница проходит вот там, по морю. Хотя международное право этого не признает. Суд не будет принимать во внимание позицию России, просто потому, что он руководствуется международным правом. Европейский Союз, Украина и Россия опять говорят о газе. Переговоры в режиме видеоконференции. Цель – согласование контракта на транзит топлива. Накануне российские пропагандистские СМИ заявили, Еврокомиссия рекомендует Украине покупать российский газ напрямую. Исполнительный директор «Нафтогаза» в эксклюзивном интервью АТР все это опроверг. Давайте послушаем. У нас полностью консолидована позиция с европейцами. Европейцы даже формально инициируют певные вариантии. Мы с ними погоджимся, российская страна не погоджуется. Був поширений фейк, тобто брехня, простою мовою, про те, що на нас тисне Европа погоджуватися на якісь невигідні пропозиції з боку росіян. Такого жодного разу не було. Я особисто беру участь у всіх консультаціях, тристоронніх зустрічах, зустрічаюся додатково в двусторонньому форматі. Жодного разу Європа не тисла на нас приставати на якісь невигідні пропозиції росіян. Європейський Союз на нас не давила, говорит Витренко. А как вы думаете, мы вообще в истории с газом, с транзитом, у нас выгодная позиция сейчас или нет? Нет, у нас позиция достаточно проигрышная, потому что мы слишком экономически зависим от транзита. Достаточно значительная часть экономики завязана на доходы, которые мы получаем от транзита газа. То есть отказаться мы от транзита не можем? Скажем так, отказаться от транзита необходимо, потому что Россия уже создала достаточно, в ближайшее время создаст полностью достаточно ресурсов для того, чтобы вообще не пользоваться нашим газопроводом. И предусмотреть... Северный поток-2. Северный поток-2, и турецкий поток, и все остальное, там есть еще возможности. И предусмотреть такую ситуацию, то, что мы окажемся в ситуации конкуренции, может быть даже недобросовестно. Но, тем не менее, конкуренция со стороны России следовала еще лет 10 как минимум назад. И начать диверсификацию экономики, чтобы она меньше зависела от этого трубопровода. Но вместо этого мы почему-то приняли стратегию, что мы будем препятствовать России в создании конкурентных вариантов. Нам это закономерно не удалось, потому что это противоречит и западным взглядам, кстати. Почему Европа так поддерживает создание конкурентных газопроводов? Потому что это соответствует европейскому менталитету. Конкуренция. Нельзя оставлять монополию у кого-то, нельзя оставлять у кого-то преимущество. Всегда создаются конкурентные варианты. И поскольку мы этого не предусмотрели, мы сейчас оказываемся в очень плохой ситуации. Но мы же видим заявления Газпрома, которые по сути звучат так. Прощайте нам миллиарды, которые мы вам проиграли в стугольмском арбитражном суде. И подписываем новые контракты. Все как бы будет окей. Но это ведь шантаж. Как должна поступать Украина? Перетопчутся они. Я не думаю, что это вообще имеет смысл серьезно рассматривать. Мало ли кто какие заявления делает. У нас есть решение суда. Вот пускай они выполняют это решение суда. А как вы думаете, новый контракт будет заключен? Или же все-таки продолжит действующий? Я не знаю. Дело в том, что это зависит от того, как быстро Россия собирается ввести в действие Северный поток-2. Если это произойдет достаточно быстро, они спокойно могут обойтись без заключения контракта. И в этом случае наши контрактные доходы, наши доходы от прокачки газа, они соответственно уменьшатся. Мы попадем именно в ту ситуацию, которую следовало предусмотреть еще десятилетия назад. И которую следовало избегать. Но мы не избегли. Это наш конкурентный провал. Вот некоторые эксперты говорят, что вот эта тема с газом сейчас со стороны Газпрома и вот эти информационные вбросы РФ, она муссируется на фоне будущей встречи в нормандском формате. Там, возможно, будут обсуждать этот вопрос? Я не думаю, потому что это не имеет вообще никакого отношения к теме нормандской встречи. Вообще никакого. Спасибо большое, журналист Сергей Бережной был гостем в нашей студии. Благодарю. Мы вынуждены завершать этот блог буквально через несколько минут по период телеканала АТР. Смотрите новости, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Денисово передала эмбудсмену Туреччине список.